Книга «Открытым оком», том 11, тема «Промысел Божий», вопрос 2471. Первая книга Царства, 1535. И более не видался Самуил Саулом до дня смерти своей, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Но читаем потом такое, Первое Царство, 1924. «И снял и он одежды свои, и пророчествовал пред Самуилом, и весь день тот и всю ту ночь лежал неодетый, поэтому говорят, неужели и Саул во пророках?» «Значит, все-таки встречался с Самуилом Саул еще? И что это было за пророческое состояние, что Саул лежал неодетый? Значит, Дух Божий может и помимо воли человеческой сходить на человека? И на Саула сошел Дух Божий, 22 стих, так же помимо воли его? Но ведь он обесновался, и Дух злой мучил его. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Царь почитался и был выше всех, так что и пророки приходили к ним. Может быть, видался, означает, что посещал царя для дела, для его пользы, с целью был на приеме у него. Такая встреча была последней. А потом уже сам Саул шел и не за помощью». Стих 20. «И послал Саул слуг взять Давида. И когда увидели они сонм пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать». Обычно толкователи, говоря о пифиях, уверяют, что без их воли в них действовал злой дух, а верующих не так. Блаженный Феофилакт говорит на Деяние 16.16. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим». Кавычки открыты. «Что это за демон?» Называет его по месту Богом Пифоном. Он хотел ввести апостолов в искушение. «Иначе это та женщина Пифия, о которой говорят, что она садилась на треножник Аполлона, раздвинув ноги, и что злой дух, поднимаясь из углубления, находившегося под треножником, проникал в нее и приводил ее в иступление. Тогда она приходила в бешенство и спускала изо рта пену, и в состоянии такого иступления произносила бессвязные слова». Кавычки закрыты. «Но вот, описывая состояние приходивших к Самуилу, мы увидели очень похожую картину. Дух Божий может действовать и через недостойные сосуды, даже через животное, как Валаамову ослицу». 2 Петра 2.16 «Был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Самуил был обладаем злым духом не постоянно, но только когда находил он на него». 1 Царство 16.23 «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становило Саулу, и дух злой отступал от него». 1 Царство 18.10 «И было на другой день, напал злой дух, от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье». 1 Царство 18.10 «Распался навеки союз нерушимый, стоит на распути Великая Русь, но долго ли будет она неделимой? Я этого вам предсказать не берусь. К свободному рынку от жизни хреновой, спустившись с вершин коммунизма, народ под флагом трехцветным, орлом двуголовым и гимном советским шагает в разброд». Припев «Славься, Отечество наше привольное, славься, послушный российский народ, что постоянно меняет символику и не имеет важнее забот. Когда-то под царскую властью мы жили, но вот наступила заря октября. Мы били буржуев и церкви крушили, а также поставили к стенке царя. Потом его кости в болоте достали, отправили в Питер на вечный покой. Простите, товарищи Ленин и Сталин, за то, что дошли мы до жизни такой. «Сегодня усердно мы Господа славим, и Ленинским молимся славным мощам, Держинского скоро на место поставим, за тем, чтобы он нас пугал по ночам. Мы всем офицерам дадим по квартире, и пенсии выплатим всем старикам, и всех террористов замочим в сортире, и всем олигархам дадим по мозгам. Коррупционеров засадим в бутырку, чтоб знали, насколько закон наш суров. Мы выдадим всем мужикам по бутылке, а бабам на выбор дадим мужиков. Мы время теряли в борьбе и тревоге, но нынче мы снова на верном пути. Вот только б опять дураки и дороги нам не помешали до цели дойти». Гимн России, слова В. Войновича, музыка А. Александрова.